Личный прием граждан – одна из самых эффективных форм работы. Чаще всего именно в ходе подобных встреч люди получают ответы на свои вопросы, а представители организации и учреждений могут еще раз проанализировать результативность своей деятельности. В ходе подобного мероприятия в городе Барановичи свои проблемы с заместителем председателя Государственного комитета судебных экспертиз Максимом Ворониным смогли обсудить жители региона. И тем было поднято немало – от сроков и качества экспертиз до возможности проведения последних в частном порядке. Следует отметить, что зачастую заключения экспертов являются определяющим в вынесении различных профессиональных решений по уголовным, по гражданским делам. И в этой связи к нам люди обращаются. Единственное, следует разъяснить, и мы разъясняем, что в том случае, если нам назначать экспертиза каким-то органам уголовного преследования, либо другим органам ведущий процесс, то мы действуем в рамках этого постановления, которое нам вынесено. И поэтому граждане зачастую нас спрашивают, можем ли мы сами какие-то запросить материалы по этой экспертизе. Но это не наша компетенция. И если в том случае, если орган назначает нам какую-то экспертизу, то необходимо обращаться в тот орган. Но вместе с тем любой гражданин вправе к нам обратиться за проведением исследований. Сегодня уже можно говорить и об общей тенденции в сфере проведения судебных экспертиз. С момента образования новой структуры прошел год, но уже сейчас видны первые результаты подобной оптимизации. На сегодняшний день в Государственном комитете судебных экспертиз, а это за полугодие порядка 160 тысяч экспертиз проводится, мы проводим 98% экспертиз в месячный срок. Непосредственно по Брестской области, применительно к нашему управлению, Государственном комитете судебных экспертиз, следует сказать, что оценка деятельности положительная, потому что на протяжении уже подряд ряда месяцев управление по Брестской области, наши все экспертизы, производят в месячный срок и не выходят за эти рамки. При этом качество остается на высоком уровне. Прошедшая встреча, безусловно, не последняя в плане работы комитета, но ответы на свои вопросы граждане могут получить не только в рамках подобных мероприятий. Номера телефонов и графики приема как руководства всего комитета, так и его управления по Брестской области есть на официальном сайте организации.